всем привет мы приехали к стоматологу 8 утра термин мне сделают уже я надеюсь последнюю пломбу постоянную и на этом мои походы к стоматологу будут завершены вот настя не хочет сниматься сказала что она в обиде на youtube и все такое погода ужасная если честно ветер такое состояние вы понимаете будешь будешь также настя тоже не пошла на курсы потому что нам нужно будет сегодня скорее всего забрать диван мы сейчас договариваемся с перевозчиками с владельцами этого дивана у нас есть там два варианта ночью нашли в час ночи нашли и отвечали нам ну то есть сами писали это не то что кого-то тревожили ночью вот поэтому мы сегодня вдвоем не пошли на курсы сейчас идем гомотологу потом домой и будем договариваться там уже как получится с диваном надеюсь что получится очень надеемся ты сказал что не будешь общаться уже будешь все извините что на голове попало потому как ветерок чем все вышло я от стоматолога пробыла я там пять минут в общем он посмотрел другие зубы сказал что все нормально и вот этот вот что оказывается был молочный хотя в украине мне говорили что это постоянный зуб что его не спасти все такое но он мне сказал что можно сделать все по страховке страховка все оплатит но придется спиливать верхние зубы нижние соседние зубы рядом с тем который ну с проблемным зубом рядом которые вот и ставить какую-то этот металл не керамику а металл я так поняла вроде он сказал серый серого цвета а серебряного цвета господи серебряного он сказал цвета также сказал что есть вариант все сделать по-другому все чтобы было в керамике чтобы все было белое красивое ну в общем ничего я так поняла не спиливать мостик какой-то сказал поставить ну к шуб коронку можно было поставить то придется доплатить лаборатории 350 евро потому что страховка это не оплачивает нужно за материал именно оплатить в лабораторию вот но я ему сказала конечно что я подумаю он сказал подумайте до завтра пока он еще на работе потом я так понимаю он будет ехать в отпуск ну в принципе пока он еще чуть-чуть прослужит времени вот не выпадет ну не знаю я но понятно что 350 евро это сейчас вообще никакой не вариант но и умом я понимаю что соседние зубы пилить это вообще будет конкретная проблема потому что они реально начнут потом портится быстрее и вообще ну здоровые зубы пилить это такой себе вариант в общем не знаю что делать еще он сказал такой момент в чем еще сучно неизвестно насколько еще продлится эта страховка то есть пока можно сделать по страховке хоть что-то то в принципе нужно делать вот поэтому это тоже надо думать я не знаю что мне делать посоветуйте может чтобы в комментариях может это уже делал у кого-то была такая проблема и у стоматолога и может спиливали там зубы соседние верхние ставили этот серебряные какие-то я не знаю в общем не знаю даже как вам объяснить потому что он говорил быстро и я не запомнилась всем я думаю суть вы поняли металл и керамика металлы бесплатно по страховке керамика платно 350 евро напишите кто делал металла кто делал керамику что лучше что вообще посоветуйте мне хоть что-нибудь уже пожалуйста мы ждем автобус и будем ехать домой такой вот нам диван привезли да я сейчас думаю вы сейчас просто все в шоке от увиденного диванчика все в пятнах непонятно от чего эти пятна чем какая ситуация в объявлении на фотографии там было много фотографий эти пятна практически незаметны в принципе даже если я так сдалека буду снимать то тоже не особо заметно но отредактировать фотографию большого ума тоже сейчас не надо нашим поколением что получается пишу я немки пятна отстирываются какими-нибудь средствами специальными она пишет я думаю что вам поможет обычная стирка обычная стирка а потом какая-то ситуация мы не успевали по этому адресу по времени мы нашли перевозчиков это девочка украинка ее муж и еще какой-то грузчик они поехали туда наша большая просто проблема то что мы туда просто не поехали просто из-за времени потому что автобус ну не совпадало со временем из термином скажем так который нам назначила это немка получается что приехали наши украинцы но увидели видно состояние но подумали ну как он как нам объяснила это девушка украинка с которой я говорила по телефону не просто говорю ну неужели вы не видели состояние дивана почему вы нам не позвонили не стану не сказали просто по-человечески я понимаю вам надо заработать деньги 65 евро кстати говоря стоит доставка и загрузка без установки этому чувствуются сами он настя все это делает по-человечески неужели мы не могли нам ну как бы сказать то как она есть мы бы только рады мы бы вам потом выдали грубо говоря там сверху еще десятку когда бы мы нашли бы другой нормальный диван ну просто реально это такое стечение обстоятельств чтобы просто не успели она говорит что она думала что мы его уже посмотрели на это обычно когда я там что-то перевожу мне там клиенты заранее говорят так и так мы там не успели мы не можем подъехать пожалуйста посмотрите на состояние оцените но стоит брать или не стоит на этот вот я думала вы просто его видели ему как бы что пожелаете то я и как бы сделаю вы же клиента я как бы просто выполняю там свою услугу как-то так она сказала и я реально понимаешь ну по факту она права но она права но что надо было вообще настолько протупили просто нет слов и вообще надо было написать что вы его не видели вала реально обидима подумала что хотя как она подожди что-то сейчас по него как она мало подумать мы же не написали что мы не успеваем чё я не сразу и это не сказала либо она может все равно думала что мы даже не успеваем но до этого посмотрели ну а нуждаются ну как она там тоже человечный она человек если нет человечный человек но я честно я просто в полнейшем шоке он очень воняет а я же не сказала она говорит что стоит на 100 на улице явку в квартире и она при насти печатает есть сообщение наша украинка а почему кстати чего она тебе не сказала короче печатает она сообщение что мол хозяйка сказала что наш украинка просто немецкий понимает хозяйка сказала что ванишем она пыталась отстирать не получилось содой пыталась до разъела все лимонный сок кислота или что там какие-то средства вот я говорю но мы же не писали мы спрашивали патна отстирываются то есть пятна можно вывести средствами отстирать и как-то так вам поможет обычная стирка а эти дырки есть нет дырок но дырки там я просто сейчас вам уже не покажу они есть просто да они есть я тоже не понимаю почему и украинка перевозчик которая не могла сказать это настя просто именно сказать а не писать при ней и самое интересное его сейчас по телефону говорю вот ну немка реально написала так и так есть переписка все скриншоты все есть она говорит ну не знаю она так со мной как-то поделилась я думала вы в курсе каким-то пылесосом можно профессиональным это все убрать какой тут пылесос поможет какой пылесос ну какой это просто чисто выкинутые деньги на ветер доставка этот диван ну это просто это все просто барахло я вообще для настолько венюсь его что мы просто не успели по времени заранее или не перенесли на другой день все это спешка это же вот пока могут грузчики значит надо и и нам все быстро успевать но не поехали не поехали ну ну вы просто и вы видите все равно на камере в сону видно он очень воняет я про это вообще молчу ладно бы бог с ним он бы вонял его можно было как-то отстирать но это же просто и будет невозможно это чисто какие-то пледы я не знаю что не понимаю почему немка наврала просто это просто наглая ложь почему зачем так относиться к людям и даже вот он раскладывается он он раскладывается но как на нем спать он нам по размеру не подходим нам придется шкаф убирать самим сейчас оттаскивать это все у нас тоже все курточки перенесла в комнату чтобы шкаф было не так тяжело поднять ну как бы вот я не знаю он на фото надо было на да это фотошоп надо было нам а украинка но он же не проваленный в принципе то мы бы вы не брали если вы настины родители скорее всего не ну скорее всего приедут и тоже позор такой показывает такой диван ну куда это это же позорище неизвестно как его сейчас установить потому что ну реально надо шкаф сейчас это двигать и как она все будет я не знаю просто марасе вас не такова беженцы украинцы не доверяйте всему что вам пишут в этом ebay будь то немец будь то кто угодно всегда все проверяйте вот наша ошибка просто это просто колоссальная ошибка если бы мы поехали в это все увидели то ну и если бы она бы позвонила нам украинка и спросила ребят девочки вы видели вообще этот диван вы там были реально была просто по-человечески позвоните просто переспросить и она узнала что мы опаздываем же мы не успеем просто по-человечески она просто хотела тоже денег как и все в этом мире просто хотят бабок и больше ничего все в этом мире